Здравствуйте! Вы смотрите программу Спорт.ТВ в студии Глеб Парфенцев. Сегодня мы поговорим о боевых единоборствах. И сегодня у нас в гостях президент Федерации кикбоксинга Курской области Валерий Акиншин. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Глеб. Валерий, ну, география вашего вида спорта растет, появляются новые секции. Мы побывали недавно в преддверии нашего разговора о вашем курском представительстве. Давайте посмотрим материал. Нога еще не отпустилась, уже пошел правый, прямой, левый боковой. Первые ученики уже осваивают секреты этого вида единоборств. В Курск новая площадка для региональной федерации кикбоксинга. Секция открылась осенью. Три раза в неделю в одном из заводов Курского дворца пионеров и школьников ребята закаляют свое тело и дух. Хотелось бы заниматься ежедневно и чуть-чуть побольше времени. Конечно, с детьми приходится в сжатые сроки работать и методически, и педагогически. И все это вот именно вот в этот короткий промежуток времени нужно все уложить. Кикбоксинг возрождается в Курской области. Это тот редкий случай, когда движение идет из районов, а не из регионального центра. Основная база пока в Курчатове, но уже есть планы и на собственный дом кикбоксинга в Курске. Данил Проскурин раньше занимался музыкой и зюдо. Новый вид спорта открыл для себя недавно. Можно сказать, это своя наука, своя философия у кикбоксинга. Это как что-то новое изучать и непостижимо раньше. Интересно. Очень. На соревнованиях честь региона защищают ребята из разных районов Курской области. Федерации кикбоксинга убеждены. Увлечение этим видом единоборств даст не только спортивный результат, но и здоровье молодым боксерам. Валерий, открываются новые представительства. Расскажите об этом. Мы встречались с вами год назад. Вот что изменилось с тех пор? Изменилось, что география действительно наша существенно увеличилась. Но мы не охватили, к сожалению, еще всю область. Поэтому мы в поисках энтузиастов. Сейчас у нас очень интересный проект. Мы заключаем соглашение. Готовится договор юридический с епархией. Курской областной епархией. Нужно, чтобы добро было с кулаками. Сегодня мы пытаемся в каждом поселке, где есть храм, а он же есть везде, на местах выявить активного человека. Архи важно, чтобы это не было указания сверху. Чтобы этот человек этим горел. Эти люди есть. По большому счету, мы в поисках энтузиастов готовы человека обучить. Готовы преподать ему методичку. Охватить его необходимым инвентарем. И чтобы он занимался детьми. Но с того времени где появились новые секции? Вот сейчас появилось... Мы укрепились, скажем так. У нас выстроилась уже команда. Мы провели чемпионат области за долгие-долгие годы. Знаешь, за 12 лет последний чемпионат области по кикбоксингу у нас был. Сформировалась команда. Вот сейчас мы ездили на турнир. Это уже были представители на этом турнире. Рельска, Курска, Курчатова, Железногорска. Обаяние. Сейчас мы собираем команду. Оказалось, что есть хорошие ребята, хорошие секции, которые занимаются всем. Но оказалось, что очень интересно им кикбоксинг. Это специализировано. Вот сейчас два клуба в Железногорске. Один из них Высота, с которым вы дружите. К сожалению, у них сейчас небольшие проблемы. Опять же, с финансами. Поэтому зал сейчас у них приостановлена работа. Клуб Будо. Это обаянь. Ну, я расскажу, что мы в Рельске как бы сейчас создаем такую хорошую базу. Будем сейчас открывать там еще второй клуб. Льгоф, Суджа, Солнцева, Хомутовка. Хомутовка как раз проект полностью подхватил один из таких батьков. Отец Илья. То есть живой, интересный, настоящий воин Христов. Ему это интересно. Также в Ольгове там священник, отец Максим. В Рельске как бы окормляет, помогает. Ермонах, отец Сава. Вот Вы действительно немало уделяете внимания патриотическому воспитанию молодежи. По Вашему мнению, существует тут объективная необходимость сделать это в спортивных секциях? Недостаточно школы там или семьи. Вот что дает такое воспитание именно в спортивной секции? Единоборцы – это люди, которые идут по традиции воинов. И воин понимал, что он сегодня-завтра умрет. Поэтому он максимально старался жить напело. Каждый день он напело. У него не было такого, что я сегодня сделаю такие-то ошибки, а завтра их исправлю. Потому что сегодня, может быть, последний день. Именно поэтому в Русской Православной Церкви столько много святых воинов. И Йоргий Победоносец, и Дмитрий Донской, и Никита Воин. Ну, это целая плеяда. В сербу, я был в сербских церквях, и очень интересно смотреть, что практически все иконы там – это с мечами воины. Потому что это Балканский полуостров. Ну, там своя история. Это Турки. Поэтому христианская церковь, греческая церковь тоже, и русская церковь. Это религия, и церковь воинов, по большому счету. Нельзя забывать. Валерий, если вернуться к вашим воспитанникам, то вот едут ребята из Абаяния, из Рыльска. Скажите, это объективно сильные спортсмены? Или за счет того, что могут представлять как раз наши районы в составе сборной команды? Есть сильный спортсмен. То есть нельзя говорить… Или за опытом выводится. Нет, нельзя говорить такое, что есть сейчас сильная всероссийская школа курской кикбоксинга. Пока мы говорить об этом не можем. Мы рождаемся. У нас сейчас воспитанник в прошлом месяце стал второй на чемпионате России среди студентов. Два воспитанника на всероссийском турнире в Питере, кубок Петра Великого. Сейчас мы троих спортсменов уже заявлены. Ну, вот еще будем спарринги делать. Еще, возможно, двое спортсменов поезд Железногорска и один с Абаяни. Едем на кубок России в Белгороде. То есть мы заявились. Но качество вырастет из количества. И как был мне дан шанс, я воспитанник Рыльской школы бокса. И меня поддержал в свое время Владимир Иванович Поветкин, наш президент. И из меня получился какой-то спортсмен. И какие-то получились скромные успехи, победы. И поэтому вот этот шанс мы должны дать и другим ребятам. Поэтому есть яркие, интересные ребята. Вот конкретно говорить именно про воспитанника Александра Лукина из Абаяни. И двух ребят из Железногорска, которые действительно, они могут сейчас, если все сложится, а мы должны им дать шанс, чтобы все сложилось. Это и окно, чтобы они имели право быть заявлены от Федерации. И финансы, и поддержка в процессе подготовки. Вот, то должны появиться чемпионы. Но шанс мы пытаемся им дать. — Валерий, ну вот вы скромничаете. Вы дважды чемпион России, призер чемпионата мира по кикбоксингу. Но вас занимаются не только дети, не только молодые ребята, но и достаточно взрослые люди. Они преследуют спортивный интерес или для своего здоровья занимаются также в секциях. Потому что вот когда приезжаем, мы видим не только ребят, а вот совершенно разного возраста. — Ну да, вот Сергей Львутин, который у нас чемпион ЦФО пока один, он работник одной станции. Вот, ему уже 25 лет. Ну это уже или еще 25 лет. У нас в субботу в Курчатой проходит, как бы пока у нас срок базы кикбоксинга, мы не нашли пока такой, чтобы у нас был свой клуб в Курске, работаем над этим. И я помню, что надо будет строить самим, по-другому не получится. А пока он с Курчатой. И у нас в субботу приезжают все ребята, кого есть желание. Это, опять же, и Курская, Баяни, Хомутовка, Львовка, обычно кто поближе. И что меня радует, приезжают люди взрослые. Ну вот на прошлую субботу был Сергей Георгиевич Проскурин, руководитель русского каменного оркестра, своим сыном 7-летним. Сергей Георгиевич чуть-чуть за 50. Приезжают священники тренироваться, стоят в парах. Я пока не могу в парах с ними стоять. Ну вот, ребята, ничего, мне это неудобно. Я дружу, знаю, человек, как бы в ряси ходит. Но с ребятами они как бы становятся и работают. И мне кажется, это замечательно, когда вот мы вместе встречаемся и работаем, и изгоняем из себя комфорт. То, что нас разлагает как мужчины. Комфорт. Это то, чему сегодня мы специально или не специально поклоняемся. И то, что нас ломает и делает в нашей жизни, наполняет их информацией, многими удовольствиями, но нашу жизнь лишает смысла. Вот раз в неделю собираемся абсолютно разные люди, и рабочие, инженеры, милиционеры, и священники. И мутузим друг к другу. Ну, мутузим грамотно, мутузим не выпуск адреналина, как там в Японии, да, по-моему, есть там в некоторой Европе. А именно единоборство – это очень интересная, очень глубокая практика, где тебе сразу подсказывают, где правильно, где неправильно. Потому что если ты делаешь неправильно и не хочешь учиться, это больно, есть какие-то сигналы. И это определенный путь, когда ты… Путь познания определенный, когда ты вынужден делать правильно, ты вынужден искать правильные решения. И потом получается, ты получаешь удовольствие, потому что выигрываешь. Скажите, а часто ли ваши ребята выступают на профессиональном ринге? Вы сказали, Сергей Львутин, кто-то еще, может быть. Да, у нас будет… Насколько вот параллельно идет спортивное направление и вот профессиональное? Ну, сейчас, Глеб, очень интересный вопрос, потому что профессиональный кикбоксинг, мы видим, он все более и более серьезно входит в СМИ, в жизнь. И у нас сейчас, мы везем троих спортсменов, которые заявлены с Курска на Кубок России, они потенциальные участники боевой версии W5, которая сейчас происходит. W5-fighter вот этого, да? Да, мы сейчас их посмотреть. Сергей уже приглашен и Роман Пинаев, еще он очень интересный такой восходящий паренек, 18-летний. И нужно плотно заниматься этим видом спорта. Почему видом спорта? Потому что профессиональный кикбоксинг, он чуть другой. Он более жесткий, может, более интересный. Железногорские ребята плотно занимаются. И мы немножко здесь не дорабатываем. Ну, можно сказать, не успели еще. Вот у нас два спортсмена, которых приглашают по профессионалам боксировать. Ну, это больше я не сказал бы, это профессионалы, потому что мы сразу возникают параллель с профессиональным боксом, где нужно получить лицензию, где определенный рейтинг. Кикбоксинг пока это попроще. Можно просто сказать, это коммерческие бои. Мы в свою бытность тоже Курской Федерации, мне приглашали, мы выступали, там, Гамзата, Салмагомедов, там. Да вот, наверное, мы вдвоем только выступали. А, Михаил Захаров первый как бы это начал. И для ребят это интересно. Во-первых, психологически закалка, это совершенно другое. Коммерческий, профессиональный бой и любительский. Во-вторых, просто получается, что паре не есть возможность показаться широкой публике. Это другие связи, другие возможности, которые потом по жизни помогают. А сейчас, учитывая, что Федерация и Вадим Украинцев, который направлении, это прославленный наш чемпион, это направление возглавляет, первый вице-президент Федерации кикбоксинга России, он очень серьезно к этому относится. То, ребята, большие перспективы развития спорта, именно в профессиональном спорте. Потому что мы видим, что профессиональный кикбоксинг сегодня интересен. – Валерий, и скажите, какие планы на развитие кикбоксинга именно у нас в регионе, в Курской области, у Федерации кикбоксинга? – Мне кажется, самое-самое главное, нам сегодня нужно приобрететься, обзавестись домом кикбоксинга в городе Курске. Я уже сказал, что мы понимаем, что это наша проблема. Она пока не получается решиться администрацией города. Поэтому мы будем его решать сами. Скорее всего, это будет, сейчас мы ищем площадь, которую будем арендовать, но которая будет в распоряжении детей и взрослых сутки. Мы готовы сейчас привести и очень интересных прославленных ребят, чемпионов, которые будут пропагандировать здоровый образ жизни и пропагандировать правильное отношение к жизни. И единоборство – это один из моментов, когда мы создаем момент жизни, который дает это прочувствовать. Вот сейчас мы просто ждем площадки, чтобы пригласить к нам на мероприятие многократного чемпиона мира среди профессионалов Романа Кармазина. Мы с ним дружим, общаемся, он готов приехать. Михаил Заяц – чемпион мира по боям без правил, команд в зачете, чемпион мира по боям у самбо. У него был сейчас интересный бой в Брянске с немецким боксером. Сейчас у него расписан график Бразилия, Америка. Несмотря на то, что ему 32 года, он все равно надеется и мечтает стать топовым бойцом мировым. Сейчас он топовый боец России. Он приезжает к нам в Курчатов, проводит семинары. Мне кажется, и курской молодежи – это было бы интересно. Действительно интересный человек, глубокая внутренняя культура, воцерковленный. Поэтому дом кикбоксинга мы сейчас пытаемся его создать. У кого есть желание и возможности, мы в поисках единомышленников и соратников. Милости просим, давайте вместе по жизни идти. Валерий, спасибо вам за интересную беседу. Хочется пожелать дальнейших успехов развития вашей федерации. Спасибо, Глеб. До свидания. Нашим телезрителям напоминаю, что они смотрели программу «Спорт ТВ». Будьте здоровы и болейте за наших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова